Мир, Фред, Сулх, Пача, Пис, Мир За нашей спиной дворец мира. Как вы уже поняли, мы находимся в Гааге. И созданием этого замечательного дворца мы обязаны царю Николаю II. Потому что в 19 веке повсеместно вспыхивали конфликты, и русский царь отправил письма через своих послов лидерам мировых государств. В этих письмах он предложил создать международную конференцию для решения сложных вопросов мирным путем. Первая мирная конференция открылась в 1899 году. И местом проведения выбрали не случайно Нидерланды, потому что по традиции они выбирали нейтральную страну. Да, но это еще и родина основоположника международного права Гуга Гроце. В Гааге помимо разработки соответствующих документов было принято решение об организации постоянного третейского суда и строительства дворца мира для его размещения. Сейчас Гаагский суд по правам человека самая известная авторитетная международная юридическая организация. Сюда можно обращаться только по поводу защиты прав и свобод граждан. Права туриста в Нидерландах неукоснительно соблюдается по всей стране. Вот вам пример. В средневековом замке Беннинхофф находится парламент и резиденция. Премьер-министр и король здесь произносят тронную речь, открывая новую сессию парламента. И в этом центре политической жизни страны туристам тоже рады. Вы можете прогуляться по внутреннему дворику, и при желании вы даже можете побывать на заседании Сената. Но, честно, нам вообще туда не хотелось. Нам хочется на море, пусть даже на северное, но на море. Посмотрите, какая мощь, какая сила, какая энергия, какое небо, какой звук, какие волны. Сёрфинг, чайки, всё это Северное море. Наш проект поймал волну. И прямо сейчас Виктория поговорит с человеком, для которого Северное море родное. Знакомьтесь, Мартин Декрон, нидерландский режиссёр-документалист. Один из своих фильмов, который называется «Алан Лофетт», он снимал в Молдове. В документальном фильме-исследовании Мартин попытался понять, как изменение границ страны влияет на менталитет её граждан. Вы несколько лет назад приезжали в Молдову искать море. Вы нашли его? Да, мы нашли его. Меня попросили сделать фильм о море в Молдове, потому что никто этим не занимался до этого, и потому что в Молдове нет моря. Я узнал, что в прошлом у вас был выход к Чёрному морю. И это должно быть частью вашего ДНК. Меня интересовало, как жители Молдовы, особенно Кишинёва, относятся к Чёрному морю. И так я обнаружил, что Чёрное море до сих пор в Кишинёве, в сознании людей. И это было очень интересно наблюдать. В молодости я хотел стать моряком, и даже поступал в Одесское мореходное училище. Чёрное море, яхты — это живёт во мне без перерыва. Какие самые яркие воспоминания? Я прилетел в аэропорт, сел в такси и услышал незнакомую мне музыку. В сущности, фольклорную музыку. Вы въезжаете в страну и наблюдаете нечто межвременное, как будто вы попали в совершенно другой мир. Эти высокие здания в начале Кишинёва. Я поселился в квартире, которая находилась прямо рядом с открытым рынком, и тут же почувствовал себя дома, так как рынки есть везде. А это был очень большой рынок. Меня поразило добродушие людей, которых я встретил в Молдове. Я брал у них интервью, они были очень открыты. They were very, very open. Если вам надо провести параллель между людьми в Молдове и Нидерландах, о чем бы вы сказали? Очень сложный вопрос. Я сам голландец, и мне очень сложно сравнивать. Если сравнивать, что мне действительно понравилось в тех людях, с которыми я познакомился в Молдове, так это оптимизм. Просто идти вперед. Нам иногда этого не хватает в очень четко организованных Нидерландах. Есть разница в том, как люди здесь живут. Они могут себе позволить заниматься чем угодно. Молдова совершенно другая страна. Я был впечатлен открытостью сознания людей в то же время тем, как они ощущают себя частью истории. Иногда голландцы ведут себя как... Ну, они могут получить все, что пожелают. Даже вот это прекрасное море. Если бы вас попросили снять фильм о Молдове и фильм о Нидерландах, что бы в него вошло? Может быть, чтобы проиллюстрировать Нидерланды, я бы снял вон тот маяк. А в Кишиневе я бы снял тот очень красивый старый многоквартирный дом. Я забыл, как он называется. Мы там тоже снимали. Он не в очень хорошем состоянии, но это очень красивый дом, я думаю, сороковых, пятидесятых годов. И для съемки я бы взял дрон, который бы поднимался выше и выше, пока мы бы не увидели Черное море. Когда я думаю о Молдове, я бы очень хотел побольше поездить по стране. Я видел анимационные фильмы по Песку, и там много красивых лесов и рек. Я думаю, я должен вернуться в Кишинев, в Молдову, и снять другой фильм. Вторую часть, но уже не про закрытую страну, без выхода к морю, а про вновь открытую страну. Я думаю, что после фильма, над которым работаю сейчас, мне нужно запланировать новую поездку в Молдову и снять совершенно иной фильм. Может, с той же съемочной группой. Было бы здорово. А нам было бы здорово немного подкрепиться. Перекусить мы решили традиционным голландским продуктом. С сыром. Здесь и вот так много. Кругляши желтого, головы красного, сыр с дырками, сыр со специями, орехами и другими добавками. И все сорта очень вкусные. Сыр уже давно является символом Голландии и излюбленным сувениром многих туристов. Это вам. Даже не зря соседи называют голландцев сырными головами. Народ, который живет здесь, на бывшей территории Нидерландов, занимается сыроварением еще с первого века до нашей эры и переняли это искусство у римлян. Ну а что, помимо желания, у них были созданы все условия, прекрасные равнины для коров. Главными сыроделами были голландские крестьяне. Они заготавливали столько сыра, что его хватало не только для семьи, но и для продажи. Так и появились первые молочные рынки. В 1426 году в Роттердамской книге была впервые зафиксирована запись о такой профессии, как сыродел. В то время, знаете, даже сыр стал своеобразной валютой. Известно, что даже голландские моряки свои портовые налоги, ну, выплачивали сыром. Ну, а почему бы и нет? Во-первых, сыр практически не портится, его пищевая ценность не подлежит никакому сомнению. По форме он даже похож на монету, а по цвету на золото. Сейчас мы узнаем, какой сыр купила себе за монеты Вика. Вика, привет. Ну, что ты купила мне сыр? Привет, Артем. Нет, это маме. Тогда будет прекрасный повод поехать и познакомиться с твоей мамой. Ну, ждем тебя в гости. Ты знаешь, мне только что продавец рассказывал, что в Голландии все едят с сыром. Есть даже сырный суп или сырный стейк. У них даже своя собственная церемония, не чая, конечно, а сырная. А что по поводу десерта? Ну, они говорят, что у кого есть сыр, десерт не нужен. Ну, а теперь мы отправимся в официальную столицу Нидерландо, Амстердам. По дороге в Амстер, люди как канал. Я так хотел добраться и приземлиться в твой туман. Но пока дождался, жизнь свою поменял. Посмотрите, кем я стал. По дороге в Амстер, по дороге в Амстердам. Мы едем в Амстердам. Ю-ху! Ю-ху! Субтитры подогнал «Симон» 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 школу, где можно играть, я думаю, каждый ребенок захочется. И какие-то слова уже выучила по-голландски. Можешь по-голландски сказать всем привет? Хуй морхан. И улыбайся. Скажи, у меня есть вкусные конфеты. Пели бы молдоменецк? Не. Ну, в церкви не про молдоменецк. Молдоменецк? Как будет? Ём бомбани густуаса. Ём бомбани? Даже я могу говорить. Ём бомбани густуасы. Пожалуйста. У меня есть конфетки. Молодец. Спасибо тебе огромное. Виталь, спасибо тебе, что познакомил нас с принцессой. Так, поговорим с тобой немного здесь. Ну, сейчас на стройке ты работаешь понятно, что легально, либо нелегально, либо пока ты сейчас... Нелегально. У меня открыта фирма есть рабочая. Все легально. Платим налоги и все. Ну, уже есть понимание, ощущение того, что не зря предпринял такой серьезный шаг, как переезд? Да. Есть, конечно. Потому что я уже... Жена сюда приехала, вот дочка в этом году приехала. Я спрошу, можно Амина? Тебе здесь нравится? Да. А что тебе больше всего нравится? Ну, играться в школе. Это мы поняли. Это ты завсегда, да? Скажи, пожалуйста, что лучше для тебя здесь? Чем отличаются, какие плюсы, какие хорошие стороны и работы, и местонахождение, и самих Нидерландов? Я думал, приехать сюда на пару лет, заработать денег, поехать домой. Но сейчас, я думаю, уже по-другому. Здесь хочу остаться. Дочка, чтобы здесь росла. Я думаю, у нее здесь будет больше перспективы, чем в Молдове. Такой простой вопрос на улыбку. Если кого-то помнишь, можешь сейчас передать привет жителям из Бендер и кому хочешь в Молдову, пожалуйста. Всем привет, кто меня узнал. Всего наилучшего всем. А вот Юля могла бы передать привет не только для Кишинева. Ее путь в Нидерланды был долгом. Из столицы Молдовы она переехала в Южную Африку, потом в Германию, а затем попала в Амстердап. Ну, теперь немножко вернемся к твоей работе. Вы делаете стартапы. У нас своя социальная сеть для женщин. Называется fashionpodlack.com. Изначально мы создали платформу, это была идея Луиса, до того, как мы познакомились, где женщины могли бы делиться своими фэшн-аутфитами каждый день. Но спустя очень короткое время, я бы сказала, пару месяцев, полгода, женщины, которые стали присоединяться к платформе, они начали публиковать статьи на совершенно различные темы. И даже я была одной из тех женщин, хотя я уже работала с Луисом, которая почему-то решила запостить рецепт супчика зимой. И так пошло, что мы эволюционировали в социальную сеть для женщин, потому что, видимо, им это было нужно, потому что им так хотелось, и мы не видели причин, почему бы, как бы, и нет. И вот уже четыре полных года мы считаем себя социальной сетью для женщин. А там только женщин, там мужчины никак не могут подписаться и прийти, или, не знаю, так как Голландия немножко отличается от нашего региона, скажем так, тут могут быть и... Изначально платформа создавалась для женщин, а сейчас, на данный момент, мы позиционируем ее как для женщин и для каждого человека, который себя идентифицирует как женщина. Мужчины в нашей платформе нету, просто потому, что платформа для женщин, просто потому, что у нас контент сегментирован под женщин. И эта платформа, это сообщество, где они могут в безопасной обстановке делиться всем, чем им захочется, и говорить на абсолютно любые темы, без какого-то харассмента, осуждения, абьюза и так далее. Казалось бы, что... Причем тут вообще абьюз, но на самом деле 23% женщин, они испытывают онлайн абьюз или харассмент, а это практически четверть, то есть это очень много. И вот такая безопасная обстановка для женщин на самом деле очень важна, и мы получаем очень много фидбэка от женщин, что наконец-то появилась такая платформа, где они себя чувствуют безопасно, классно, интересно, и получают вот эту именно поддержку. И пока это платформа только для женщин из Голландии или... На данный момент у нас где-то 40 тысяч активных пользовательниц ежемесячно, но мы растем. Я думаю, что зимой мы, наверное, достигнем даже 60 тысяч активных пользовательниц. В плане географии... У нас, кстати, платформа не на голландах. У нас как-то... Мы пробовали, но все-таки голландки предпочитают создавать контент на голландском языке, у нас платформа на английском языке. Сейчас, вот буквально на днях, мы запускаем платформу в России, ну, точнее, не в России, не только в России, в русскоязычных странах, потому что она будет на русском языке. К моему удивлению, мы заметили большой спрос у российских женщин, и для меня это было, действительно, открытием, я не ожидала. А как ты думаешь, вот такой стартап, как у вас тут, здесь, эта платформа, где многие женщины пишут, в Молдове, она бы могла существовать или нет? Я думаю, что она могла бы существовать в Молдове, да, конечно, я знаю, многие женщины интересуются, поддерживают нас, хотят быть волонтерами нашего проекта из Молдовы. А я хотела бы спросить еще, какой возраст ваших участниц в этой платформе, скажем так, есть молодые, сколько лет самый старший, может быть, самая молодая сколько лет имеет, если у вас есть эти данные? Да, конечно, это хороший вопрос, потому что, в принципе, очень много лет мы гнались за аудиторией, которая не является нашей основной аудиторией сейчас. То есть мы всегда думали, что у нас девушки, ну так скажем, 20-30 лет. Они есть, конечно, но основная аудитория у нас, как оказалось, немного постарше. То есть я бы сказала, где-то 27-37 это наша такая основная аудитория женщин. То есть это какие-то молодые профессионалы, девушки, у которых есть какой-то собственный проект, контент-креаторы, то есть создатели контента. Легко здесь в Голландии вообще найти работу, начать какой-то собственный проект, развивать его? Существуют какие-то барьеры для самореализации? Наверное, самый большой челлендж в поиске работы это все-таки виза. Наверное, не так просто человеку без европейского паспорта получить, найти работу, потому что для многих компаний это очень дорого. То есть, допустим, мы должны платить какую-то определенную сумму для того, чтобы нанять человека без европейского паспорта. Это делает процесс немного более сложным. А в плане своего бизнеса, в плане бюрократии, насколько я знаю, это супер легко и супер быстро. Нужно собрать определенный перечень документов, прийти в определенное место. Насколько я знаю, там заплатить 50 евро и за пару часов в принципе можно открыть компанию легально. Наш герой Виталий, как мы узнали, работает тоже легально. У него оформлены все документы, он перевез в Нидерланды семью, рассматривает ли он возможность вернуться назад. При каких условиях ты бы вернулся обратно? Что должно произойти, чтобы ты принял решение вернуться? Чтобы можно заработать например дома, чтобы заработать на что-то, на дом, машину, чтобы содержать семью и так далее, чтобы чувствовать себя в достатке. Ты уже здесь сколько? Четвертый год уже. Четвертый год. И успел ли ты, смог ли ты заработать на машину? Да, я взял себе сейчас машину в лизинг здесь, жду, должны дать ее на днях. Что за машина, чтобы мы за тебя порадовались? Мерседес убита 2018 года. Мы радуемся, это здорово. Так, теперь давай поговорим с тобой все-таки о минусах. Всегда есть что-то хорошее и всегда есть у этого хорошего и обратная сторона. Какие ты нашел здесь минусы, если они есть? Минус в том, что погода, постоянно дождь, вот это, а остальное все отлично, все нормально. Я желаю, чтобы в каждой стране минусом была только погода. Хорошо, будь добр, расскажи, пожалуйста, как у тебя складывалось общение, знал ли ты язык, или ты его учишь, или ты учил? Голландский еще не знаю, английский так чуть-чуть. В большей степени ты общаешься с людьми русскоязычными либо носителями молдавского языка. И какой у тебя больше круг? Ну, есть и украинцы, на работе работаем украинцы, молдаване, болгары. То есть, все СНГ работает? да. Прекрасно понимаешь, что Нидерланды довольно-таки такая свободная страна. Ну, да. Виталик, ты не переживаешь по поводу того, что твоя юная принцесса, твоя дочь растет здесь? Не боишься ли ты вот этой свободы по отношению к ней, к ее воспитанию, к ее взглядам? Нет, не боюсь, потому что это много тоже зависит от того, как воспитывается ребенок. Хорошо, еще такой вопрос, так как свободные Нидерланды, можно об этом говорить при ребенке, ты прекрасно знаешь, что есть тут кофешопы, что есть, продается то, что у нас запрещено. Как ты к этому относишься, как относятся к этому местные, не считаешь ли ты, что это только для туристов? Слышал ли ты, что местные тоже туда заходят? Все заходят. Все, которые приезжают в Голландию, например, сюда, в Амстердам, это все пробуют и все туда заходят. Ну, я думаю, участники проекта «Открытый мир» не пробуют, скажем вам честно. Тебе доводилось там бывать? Ну, конечно. Ну, просто пофоткаться, да? Ну, и пофоткаться, посидеть. Ну, это как бы не в каждый день. Ну, а мы с Юлей пока поговорим о толерантности и отношении к иностранцам. Юля, Голландия довольно мультикультуральное общество. Насколько они голландцы толерантны к этому? По моему опыту, Амстердам это такой остров толерантности, можно, наверное, так сказать. И большие города тоже. А если выехать за пределы Амстердама, то люди могут быть достаточно консервативными. Поэтому я бы сказала, что, если ответить на твой вопрос, толерантны ли голландцы, скорее всего, это просто зависит от откуда они, в принципе, приходят. А что ты имеешь в виду? Толерантность не очень позитивная коннотация? Я просто читала статью моего хорошего друга Алуиса, и он писал о толерантности. И, на самом деле, почему толерантности может быть негативная коннотация, потому что толерантность часто сравнивается с терпением. То есть, я не принимаю тебя, но я просто, я к тебе толерантен, потому что я как бы терплю. То есть, терплю, не знаю, какое слово подобрать лучше, но, когда мы обсуждали эту тему, лучше быть не толерантным, не терпеть и быть окей с кем-то, а быть любознательным, изучать, узнавать и принимать каких-то других людей, какие-то другие взгляды. То есть, опять же, не быть толерантным, а быть любопытным. И после того, как мы это обсуждали с друзьями, у меня как-то поменялся вообще взгляд на эту вещь. Поэтому я бы сказала, что голландцы бывают толерантны, действительно, они могут это петь, но у некоторых действительно отличаются взгляды очень сильно. Тут очень много говорят по-английски. Да. Даже в университетах. Вот ты учишься на английском языке? Да, я учусь на английском языке. Самое интересное, что на первом курсе у нас были голландские группы, но после второго года, то есть третьего курса, наша программа, она только на английском языке. И многие голландцы на это даже жалуются, потому что я хочу учиться на голландском, а мне приходится учиться на английском. ЗАО, групповые классы, тоже все на английском. Я, в принципе, я ходила на очень многие групповые классы для бокса, не знаю, танцы, и тоже все проводится на английском языке. Ты успела выучить нидерландский? Пока нет. Пока нет. Я хочу, потому что мне как-то даже неловко от мысли того, что я живу в стране уже пять лет и не говорю на их языке, но в свое оправдание скажу, что пока действительно не было необходимости, потому что все происходит на английском языке. Ты студентка, еще и работаешь, и фэйшн-бренд у тебя есть, есть ли у тебя свободного времени, и если да, то обычно что ты делаешь в это время, как ты его используешь? Я только начинаю вспоминать, чем я вообще любила заниматься до пандемии. Это встреча с друзьями, это квартирники, сто процентов. Мы очень любим с друзьями встречаться дома, на ужин, званый ужин часто происходит. люблю музеи современного искусства, иногда спорт, иногда парки, иногда какие-то байк-трипы, и обязательно какие-то кофейни, бранчи, воскресные бранчи, это святое, кофе с книжкой. У меня есть кофейни, любимая прямо возле дома, куда я хожу каждую субботу стабильно за кофе и каким-то пираком. Да, кстати, я заметила, здесь люди даже за чашу кофе читают газеты, что у нас уже это очень редко увидишь. Здесь много музеев, люди ходят, люди любят искусство, открывают новые горизонты. В моем окружении да, то есть, я говорю за свое окружение, в моем окружении да, любят. Музеи будут открыты очень долгое время, но вот сейчас я планирую снова купить музейную карту, которая стоит, наверное, она еще стоит 65 евро в год, по крайней мере, так было до пандемии. Надеюсь возобновить свои походы по музеям тоже. Своего коллегу Луиса Юля познакомилась с нашей страной. Интересно, какие у него остались впечатления? Это любопытно, я ведь бразилец, и мои знания в целом о европейских реалиях очень предвзяты. У большинства жителей американского континента ограниченные знания о Европе. Это Лондонский мост, Берлин, Эйфелева башня. Вообще мало кто задумывается о Восточной Европе. И когда я встретил Юлию, я стал мало-помалу узнавать о Молдове. Любопытно, что я вдруг стал встречать и других людей из Молдовы. Это интересная история. Я был в Словакии, в Братиславии, на свадьбе. Собирался вернуться в Амстердам. А Юлия сказала, ты должен приехать и сам все увидеть. Она купила билет, я приехал и остался на три недели. Мне очень понравилась страна. Я думаю, что Кишинев прекрасен. Столько деревьев, город сам по себе замечательный и очень зеленый. Фантастическая погода. Еда отличная, вино, вы сами знаете, абсолютно фантастическое. Я жил во Франции чуть больше года, учился там в магистратуре в Ницце и пил вино. В Молдове я был удивлен, насколько потрясающее у вас вино, и жаль, что люди так мало знают. Оно сравнимо с французским. Я бы сказал, такого же уровня. Как рассказывает Юлия, молдавское вино теперь знакомо всем ее друзьям. Тут его очень ценят и ждут гостинцев из Кишинева. Я очень люблю Молдову, я люблю Кишинев, люблю возвращаться, люблю проводить время, исследовать. Но я бы, наверное, не переехала жить обратно и переходила к моему вопросу, чего мне не хватает в Кишиневе из Голландии. Я не буду говорить о каких-то местах, музеях, кофейнях, это как бы все неважно, это всегда можно все сделать, построить. Мне не хватает чувства безопасности, и не только в плане криминала, а в плане вообще какой-то государственной безопасности, какой-то безопасности в плане своего будущего и здоровья. Это очень для меня важно. Только в Голландии я это поняла, потому что в Голландии у нас есть какая-то страховка определенная, в которой ты платишь ежемесячно, и если с тобой не до того что-то произойдет, ты знаешь, что о тебе позаботиться. В плане здоровья, в плане будущего, в любом плане, ты знаешь, что потому что ты платишь определенные налоги, да, они большие, но у тебя есть определенная безопасность за здоровье и за свое будущее. Еще чего мне не хватает в Молдове и в Голландии, наверное, это не только про Голландию разговор, мне в Молдове не хватает каких-то определенных возможностей. Не знаю, как это объяснить, но я каждый раз, когда приезжаю, я участвую в каких-то проектах, кому-то что-то помогаю и понимаю, что если бы я вернулась, наверное, мне бы не хватало бы даже не знаю, каких-то возможностей, я бы, наверное, не знала бы, чем себя занять. Чем нам занять себя после записи интервью? Конечно, отправиться погулять по вечернему Амстердаму. В Амстердаме очень много кофешопов. Проект «Открытый мир» предупреждает вас, что наркотики, даже легкие, это вредно. Кстати, пообщавшись с местными жителями, мы узнали, что они крайне редко бывают посетителями кофешопов, что сами кофешопы придуманы больше для туристов. Я скажу вам честно, я гулял по городу, обратил внимание, что на улицах вечернего Амстердама очень много полиции. Какой вывод я делаю? В городе безопасно. Безопасно даже в районе с весьма неоднозначной репутацией квартали «Красных фонарей». Он находится в самой старой части города. Нидерланды – одна из немногих стран мира, где продажа сексуальных услуг легализована. Это неудивительно, что именно здесь, в Нидерландах, конкретно в Амстердаме, установили памятник представительнице этой профессии. Кстати, памятник был воздвигнут на деньги профсоюза. Но в Нидерландах эта профессия такая же, как и все. Работницы этой сферы платят налоги, но получают социальные гарантии и пенсии. Снимая наш проект, мы успели побывать в Нидерландах, в Бельгии, в городах, деревнях, узнали о нравах и привычках нидерландцев и бельгийц. А что они знают о нас? Молдове? 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 Нет? Нет. Я вам показывал национальную танцу нашей республики. 1, 2, 3, 4. Чик и чик. И чик. Молдова – это Россия, или нет? А, нет, это бывшая Югославия. А, Чехия? Нет, это бывшая Советская Республика. А, да, я учился очень давно. А может, вы что-то знаете о Приднестровье? Пожалуйста, скажите «да». Приднестровье? Да, конечно. О, да, да, конечно. Спасибо, до свидания. Спасибо, что это. Это сложная вопрос, в факте. Что-то? Молдова? Да, да. Нет, нет, спасибо. Республика Молдавии, вы знаете что-то? Нет, нет, нет. Может, вы знаете что-то о Приднестровье, транслистии? Я не понимаю. Нет. Да, я знаю, что раньше они были с Россией. Они говорят на русском и румынском. И не знаю, они очень религиозные. Они православные или что-то вроде того? Откуда вы это знаете? С уроков географии или эскидов? Со школы географии или эскидов? Ну, немного. А, в Приднестровье что-то слышали? Это та часть, которая хочет отделиться? Вы много знаете? Это приднестровские деньги. А, у них своя валюта. Да? Нет, никогда не видела такие деньги. Это маленький подарок вам. Столица Молдавии. Столица Молдавии. Ки-ши-ньо. Но-ва. Но-ки-ши-ньо. Я ки-ши-ньо. С вами нам тоже пора прощаться. Проект «Открытый мир» подходит к концу. И мы в финальной точке нашей программы. Смотрите, это необычный мост. Это первый в мире напечатанный на 3D принтер и металлический пешеходный мост. В его конструкцию устроены десятки датчиков, которые сами сообщают о его деформации. То есть мост говорит сам, меня пора ремонтировать. Такие бы датчики и нашим мостам. А еще эти датчики подсчитывают количество пешеходов, переходящих этот мост каждый день. Сегодня еще плюс два. Да, видите сами, этот мост соединил два берега одного канала. Она с Викой соединила эта поездка. Мы многие узнали не только о Бельгии, Нидерландах, но еще о друг друге. Оказывается, Виктория, она любит кофе без сахара. Впервые заставила себя встать на утреннюю пробежку вдоль берега Северного моря. И там 500 раз присела. Но Артем любит преувеличивать, петь и по утрам всегда опаздывает, потому что сам себе гладит свои рубашки. Да, оказывается, чтобы узнать друг друга получше, порой нужно отправиться в путешествие. Мы открыли для себя и для наших телезрителей новый мир и новые страны. И вы откройте себя. Для вас себя открывали Виктория, Артем и вся наша команда. Наталья, Анна, Янна, Рубен, Сережа и Саша. Это был Открытый мир. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!